Здравствуйте! В эфире Национального телевидения Чуваша, информационная программа «Республика». С главными событиями понедельника и минувших выходных вас познакомят наши корреспонденты. Я, Ольга Панова, сегодня в выпуске. Ориентиры заданы. В правительстве республики подвели итоги социально-экономического развития региона за первое полугодие 2017 года. Небезопасные выходные. На дорогах Чувашии произошло несколько ДТП, есть погибшие. Радость тишины. В художественном музее открылась выставка картин отца и сына Доринковых. Ориентиры заданы. Сегодня в Доме правительства подвели итоги социально-экономического развития республики за первые полгода. Положение дел во многих сферах улучшается. Растет уровень заработной платы, большинство предприятий наращивают объемы производства. Но прибыло не во всех отраслях. О первых итогах и прогнозах сюжет Дмитрия Ковалева. Многие прогнозы, а их в региональном Минеке делали в начале года, оправдались. Сейчас неплохие показатели демонстрирует сфера промышленности. По итогам шести месяцев индекс производства составил 103%. Растут продажи резиновых изделий, вагонов, текстиля, обуви. В лидеры выбился машиностроительный комплекс. Большинство предприятий республики увеличили объемы. В рублях отгружено также на 8,3% больше, чем в зонологичный период прошлого года. Это почти 97 миллиардов рублей. Основная масса предприятий увеличила свои объемы производства. Это завод Чапаева, предприятие СИЗПИЛЬ. Неплохой динамик альтратехнический, как показывают традиционно. Я не буду перечислять. У нас там и взаимоавтоматизация заменяет. Сегодня поставлять запорную арматуру на атомных альтростанциях. Эльтрапаратный завод, хорошая динамика, больше 20%. Предприятия республики взяли ориентир на экспорт. Повышается интерес к чувашским производителям кухонной техники. На прошлой неделе состоялась презентация потенциала чуваштуртехники в Минпроматорге России, в том числе и по приглашению министра Дениса Валентиновича. Вопрос обсуждался о поставках оборудования по международному для международного ресторанного холдинга. Это Гинза проект. Стоимость объема это миллиард 200 рублей. Сегодня данная продукция, это кухонное оборудование, заказывается все в США. Есть потенциал поучаствовать в этом контракте на миллиард 200. Региональная промышленность определила рост доходов в бюджете республики. Что касается собственных доходов, то они выросли на 9,3% по консолидированному бюджету. То есть 114,3% больше уровня прошлого года поступили безвозмездное поступление. Продолжит расти и зарплата работников бюджетной сферы. Рост, конечно, сейчас 8%. По году с учетом работников бюджетной сферы, наверное, там просчитывали, расчет какой может получиться. Сейчас дополнительные же мы должны изыскать. Сейчас 8% по итогам 5, 8,3% мы получим по итогам 6 месяцев. То есть темпы роста у нас опережают наши прогнозы. Не так гладко идут дела в строительном комплексе. За последние полгода спрос на жилье снизился. Уровень спроса не тот, который они ожидали. Немножко задерживает реализацию квартир. На сегодняшний день мы видим, что немножко динамика сократилась. Где-то в сентябре точно картину спрогнозируем и увидим, на какую динамику мы выйдем в этом году. У вас должен быть рейс расстроительных организаций. Не только те, которые жилье строят. И какая у них ситуация, какие угрозы у кого есть, какие риски у кого есть. От намеченных планов рискует отстать и агросфера. Дожди уничтожили часть урожая. Сейчас вся надежда на теплую погоду. В ближайшие дни хозяйствам необходимо заготовить максимальное количество кормов. Сено исследовано 13% и отнесено к первому классу. Около 11%, к второму около 40%, около 20% к третьему классу. После ножу 92% заготовлено. На одну условную голову на сегодняшний день заготовили 11,1 центнеров кормовых единиц. На прошлой неделе до улучшения погоды остановились мы на 6 центнеров кормовых единиц. Уборка урожая, по прогнозам, должна начаться в конце июля, если позволит погода. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев, Республика. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги чувствительные для населения тема. А если речь идет об их повышении, то тем более. На очередном еженедельном совещании чиновники обсудили изменения, которые ожидают горожан в ближайшее время. С 1 июля этого года в Чувашии изменились цены на тарифы – воду, свет, отопление, электроэнергию. Рост не превысил допустимый индекс изменения, вносимый гражданами платы за коммунальные услуги. И в целом по республике составил не более 3,9%. Что касается города Чебоксары, то рост произойдет в районах, которые обслуживает компания «Коммунальная технология». Это Юго-Западный, Северо-Западный район, Южный поселок, Лапсары, улица Богдана Хмельницкого. Для жильцов многоквартирных домов тепловая энергия, которым подается поставщиком ПАО «Т-Плюс», плата останется на прежнем уровне или даже снизится. На заседании также подвели промежуточные итоги летней занятости несовершеннолетних, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Мониторинг проводят более полутора тысяч классных руководителей, социальных педагогов, а также сотрудники МВД. В течение июня-июля были организованы рейды. Количество несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, это дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из малоимущих семей, дети-инвалиды, составляет 7 375 человек. В целях занятости детей в каникулярный период были организованы загородные, здоровительные, палаточные лагеря, смены, лагеря с дневным пребыванием и временной занятостью детей. По итогам рейдовых проверок будут проведены расширенные заседания с участием директоров школ. Забьют снова. В Чебоксарах реконструируют фонтаны у торгового комплекса «Шупашкар». Проект представили общественности. Выглядят фонтаны у торгового комплекса «Шупашкар». Сейчас, прямо скажем, не фонтан. Сколько лет назад они перестали работать, не помнят уже даже жители района. Однако вливание в 32 миллиона рублей. И идеи архитекторов «Шупашкар» граждан проекта должны исправить ситуацию. Как будут выглядеть фонтаны после реконструкции, рассказали на публичных слушаниях. По решению архитекторов, наших специалистов, фонтан решили оставить на том же самом месте практически. Но, так скажем, немножко его уменьшить. И вместо сегодняшних четырех чаш, там по две чаши отдельно стоят, остановились на решении, на таком решении, что будет только две. На месте больших чаш будут организованы площадки отдыха. Чтобы эти самые площадки для прогулок остались таковыми, жители предложили доработать проект. Также жители высказали предложение по поводу цвета и формы фонтанов. Ольга Пырочкина, Расиль Мухаммедов, Республика. В Чебоксарах прошел фестиваль «Рыбалка без границ». Посидеть с удочкой на берегу Волги решили те, кто вообще редко имеет возможность выбраться из дома по состоянию здоровья. В этот раз в гости к рыбакам приехали друзья из Яшкаралы. В общей сложности на побережье собрались около ста человек. Два окуня и один речь. Таков улов яшкаралинца Михаила Хуснудинова. Для того, чтобы побеседовать с рыбаком, нам приходится одну за другой выводить буквы на песке. Пять лет назад Михаил получил тяжелую травму. После нее мужчина не ходит и почти не слышит. Несмотря на это, он продолжает улыбаться и вести активный образ жизни. Байдами танцами занимаюсь. Вот как девушка вон там сидит тоже в кресле, вот с ней вместе тоже в группе. Сюда приехал впервые, вот и это смотрю, сейчас мне очень нравится тут. Впервые на «Рыбалке без границ» и Сергей Амулин. У него очень ответственная миссия – приготовление самой ухи и свежепойменной рыбы. Что вы готовите? Да, сперва будет кашка речневая с мясом. Так на завтрак, чтобы червячка замарить. А там уже дальше будем варить. Полноценную уху. Там осетру, наскарб, сом. Фестиваль для людей с ограниченными возможностями проводится уже в третий раз. Его организатором и идейным вдохновителем выступил руководитель общественной организации «Свобода» Павел Никитин. Когда мы первый раз ее провели, нам очень понравилось, и мы решили сделать эту традицию. В этом году нас поддержала и общественная палата Чувашской республики, и Министерство спорта. Здорово, погода хорошая, нам повезло. В очередной раз показатель того, что мы на правильном пути. В очередной раз показываем, что благодаря неразнодушным людям все возможно. Фестиваль продлился до позднего вечера. Ответу свежесваренные ухи рыбаки смогли послушать и песни. Для людей с инвалидностью пели и танцевали артисты Чувашской эстрады. Дарина Игнатьева, Анжелика Григорьева, Сергей Адушкин, Республика. История с сотрудником МВД, который в пятницу 14 июля насмерть сбил двоих пешеходов в Яльчиковском районе, получила продолжение. Полицейского уволили со службы. На теперь уже экс-сотрудника завели уголовное дело. Подозреваемый задержан. Суд избрал меру пресечения заключения под стражу на два месяца на время предварительного следствия. Максимальное наказание по этой статье составляет до 7 лет лишения свободы. Как следует, также из материалов уголовного дела, факта нахождения подозреваемого в момент ДТП в состоянии алкогольного опьянения не установлено. Также он не находился при исполнении своих должностных обязанностей. За минувшие выходные в Чувашии произошло несколько крупных аварий. Так, вечером в воскресенье в районе остановки Завражное столкнулись сразу пять автомобилей. По сведениям очевидцев, пятерых пострадавших увезли на скорой. Как сообщает портал «За рулем», аварию устроил нетрезвый водитель БМВ. В Канажском районе в 2.50 ночи с воскресенья на понедельник в ДТП погибли два человека и еще три пострадали. В Чебоксарах могут появиться так называемые даблдекеры. Двухэтажные экскурсионные автобусы, которые сейчас курсируют, к примеру, в Москве. Такую перспективу обсудили в мэрии столицы Чувашии. Предполагается, что маршрут пройдет по исторической части города. Продолжительность экскурсии составит около часа. Таким образом, Чебоксары могут стать 104-м городом мира, где ездят такие автобусы. Сдай батарейку на утилизацию, спаси нашу планету. Под таким девизом 28 июля в Чебоксарах пройдет акция, нацеленная на приобщение горожан к раздельному сбору отходов. Считается, что одна пальчиковая батарейка загрязняет тяжелыми металлами около 20 квадратных метров почвы. В лесной зоне это территория обитания двух деревьев, двух кротов, одного ежика и нескольких тысяч дождевых червей. Прием отработанных батареек с последующей утилизацией пройдет 28 июля по адресу город Чебоксары, улица Ленинградская, 33, с 14 до 19 часов. Радость тишины. Под таким названием в художественном музее открылась выставка отца и сына Доренковых. Посвящена она 80-летию со дня рождения заслуженного художника Чувашской республики Ивана Доренкова. Иван Доренков прирожденный пейзажист. Свидетельство тому его удивительные пейзажи, в каждом из которых звучит неиссякаемая любовь к природе. Более 100 работ, представленных на выставке, рассказывают о жизни морейских деревень. В них угасает жизнь, но остается красота русской природы. Экспозиция юбилейной выставки оказалась памятной. Ивана Ивановича не стало в апреле этого года. Его талант не пропал бесследно. Вся семья бережет наследие художника и продолжает его дело. Сын Сергей Доренков вспоминает, искусство было делом всей его жизни. Результат – сотни картин, бескрайние пейзажи, нотерморты и портреты близких сердцу людей. Картина «Ветрный день», по словам сына, напоминает ему счастливые детства. То, что отец писал, сделал основной упор на пейзажи, потому что он родился в том месте, где вокруг вода, вокруг деревья. Своё детство помню тоже, что там небо, которое переходит в воду, и нет границы – это счастье какое-то. То есть ты ходишь по воде, по небу, везде отражаешься. Вот красота такая. Сергей Доренков, член Союза художников России, живёт и работает в Санкт-Петербурге, в Мухинской академии. В его экспозиции представлено более 30 произведений из художественного стекла. Восхищают воздушность, невесомость и изысканность этих предметов. Сергей Иванович обладает умением подчеркнуть природные свойства стекла, выявить его пластические и цветовые качества, заставить звучать в полную силу. Выставка передвижная. Эти произведения часто экспонируются и за пределами республики. Некоторые картины побывали даже в Германии и Китае. Что отличает эту выставку? Это прежде всего настоящая академическая живопись, без изысков. Хорошая, серьёзная, такая вот, к сожалению, великому уже ушедшее академическое искусство. Современники пишут немножко по-другому, более пастозно, более фактурно, на эффектах. А вот Иван Иванович – это тот пласт настоящего академического русского искусства, который, в общем-то, выгодно отличает русское искусство от всего остального мира. Иван Доренков передал богатый творческий опыт студенческой молодёжи. Он работал преподавателем живописи, кафедры дизайна и компьютерных технологий ЧГУ имени Ульянова. Посмотреть на лучшие работы художника пришли будущие художники и дизайнеры. Мы часто ходим на такие выставки, потому что нам, как дизайнерам, это надо, потому что они дают нам вдохновение, все эти работы, картины. Пейзаж. Ну да. Да, даже стекло. Как раз это нам нужно, потому что мы… У нас только что был пленэр, только что он закончился, мы много рисовали природы. А это, как, можно сказать, словно… Пример. Пример, да, книга. Тем более нам копии даже необходимо делать. Было. Так что это очень даже познавательно наблюдать за этими картинами, смотреть, что на них, какие цвета, техника. Так что это очень познавательно и интересно. И работы шикарные, правда. Каждая картина излучает неповторимый свет и цвет. Яркая самобытность марийской и чуварской природы, аромат сирени, портреты, написанные с искренней любовью. Все смешалось в красочную симфонию искусства. Рифат Ваткулин, Александр Петров, Республика. Уроженка Ядринского района Клавдия Афанасьева взяла золото в спортивной ходьбе на молодежном первенстве Европы по легкой атлетике. Этот результат дает ей право выступить на чемпионате мира по легкой атлетике 2017 года в Лондоне. Со старта я следила за дистанцией, за соперниками и контролировала всю ситуацию. И в итоге мне удалось победить. Я очень благодарна тем, кто меня поддерживал. Завтра, 18 июля, на территории Чувашии пройдут осадки. Днем местами ожидается гроза и град с порывами ветра до 20 метров в секунду, сообщается на сайте республиканского МЧС. Гражданам рекомендуется держаться в стороне от линий электропередач, рекламных щитов, строительных кранов и другой высотной техники. Будьте внимательны. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Сразу после нашей программы смотрите интервью по существу. Гость студии, руководитель проекта «Легкие Волги» и Чувашского отделения экологической организации «ЭКО» Александр Воробьев. Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. И до встречи в эфире национального телевидения Чувашии. Редактор субтитров А.Семкин